Множество чудных по красоте и своеобразию мест есть на Северном Кавказе, где необыкновенные пейзажи радуют взор и волнуют воображение. Среди всего этого природного великолепия есть место, соединившее в себе зодчество Бога, природы и человека. Этим духовным оазисом является Свято-Георгиевский женский монастырь, на горе Дубровка, в предгорном районе Ставропольского края. ПЕСНЯ Храм был по благословению ныне покойного митрополита Гедеона, но планировалось строить не храм, а маленькую часовню. Это два брата грека, Константин Максимович Павел Владимирович Музенитов и Константин Максимович Асланов. Они решили построить храм в честь святого великомученика Георгия. И существует предание, что именно на этой горе было явление святого великомученика Георгия. А уже когда в 2003 году на кафедру Ставропольско-Владикавказскую был назначен епископ Феофан, приехав на это место, посмотрев на него, он благословил строить большой храм, то есть расширить эту часовню и строить корпус монастыря с детским приютом для девочек-сирот. И вот в 2004 году уже был заложен камень строительства вот этого большого корпуса монастырского. А строительство храма, часовни и колокольни, оно как бы параллельно шло. Заложен корпус в 2004 году, а в 2006 уже приехали сюда три первые насильницы из Свято-Никольского, Черноостровского монастыря города Малоярославца. Это Калужская область, поселились здесь и начали монашескую жизнь. Владыка Феофилак тоже часто у нас бывает здесь. Второй день, как он был назначен на кафедру, на второй день он уже посетил наш монастырь. Посетил наш монастырь и также постриги совершает в нашем монастыре. Владыка очень у нас беспокоится, даже заботится, очень любит наших детишек, приезжает. 11 апреля 2006 года был официально открыт монастырь, синодом Русской Православной Церкви, официально открытый как монастырь, Свято-Георгиевский женский монастырь. С особой заботой и любовью устраивались в монастыре помещения приюта для девочек-сирот. Подготовлены уютные спальни, светлые классы, медицинский кабинет, просторные комнаты для игр и отдыха. Распорядок дня в приюте свой, независимый от монастырского. Девочки учатся, играют, гуляют, смотрят развивающие передачи и сказки. Но при этом детям очень нравится участвовать в жизни монастыря и общаться с матушкой и сестрами, например, петь на клиросе или помогать украшать пасхальные куличи. Мне тут очень нравится, я люблю заниматься рисованием, танцем, пением. Мы сначала ездим в школу, потом приезжаем, кушаем, потом играем, делаем уроки, а потом мы отводимся на танцы, на пение. Летом мы в бассейне купаемся и едем на море. Смотрим мультики, еще играемся. Зимой на каток, на каникулы. А еще летом мы ездим в разные парки, там на карусели. Зимой на каток, на каникулы. Зимой на каток, на каникулы. Молитва – главное дело монашествующих. Именно она наполняет смыслом жизнь тех, кто оставил заботы о земном ради этого небесного делания. И Бог слышит молитву тех, кто вручает ему через монашеские обеты свою жизнь. Монахи молятся за весь мир, за церковь, за страну, за народ, за всех, кто просит их молиться. Музыка. Музыка. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Прекрасно! Любой православный человек свой день связывает с молитвой. Другое дело, что у монастырей это все очень полномерно. Утром встают сестры в 6 утра, идут на молитву, утренние молитвы, монашеское правило, затем литургия, затем трапеза первая, потом кто-то идет на послушание, кто-то отдыхает, у каждого распределено все. Затем опять вторая трапеза, вечерняя служба. Ну и где-то в 10 часов вечера заканчивается, заканчивается также вечерней молитвой. Сразу никого не берут в монастырь, то есть человек приезжает, смотрит, может быть он ездит по монастырям, выбирает себе монастырь и как правило советует так делать. Если уже он решил остаться в монастыре, то он все равно как бы живет на испытании, проходит такое испытание монастырской, можно сказать, жизни. То есть он привыкает к монастырскому режиму, к монастырской молитве, к монастырским трудам. Ну самое тяжелое, как это уже всем монахам известно, это, конечно, не сами труды или молитва, самое тяжелое это то душевное состояние, которое варится у человека в душе. И вот прежде всего учится это, преодолевать с этим бороться. Называется это, в православии называется духовная борьба, духовная брань. Ну и в зависимости от того, насколько человек смирен, послушен, в зависимости от этого его принимают в монастырь. Кого-то он быстрее, кого-то подольше. Конечно, в основном зависит от самого человека, насколько он действительно хочет, насколько он хочет отдать всю свою жизнь Богу, пожертвовать как бы вот теми усложнениями, которым можно и в миру. Музыка Музыка Я думаю, что спроси любого другого монаха, то каждый ответит по-своему. В связи с прожитым временем, каким-то своим маленьким опытом, все воспринимают монашество немного по-разному. Для меня не является каким-то непохожим на жизнь других людей. В чем-то это не похоже. А по большей части душой я чувствую свое единство с этим миром и с остальными людьми. То есть мне всей душой хочется понимать и участвовать в жизни других людей. Для меня в монастыре, конечно, больше времени остается для общения с народом, нежели для служб. То есть я бываю намного реже, чем другие сестры. Это все в зависимости от каждого послушания. У других сестер послушание называется клиросное. Они каждый день присутствуют на службе. И это тоже хорошо. То есть у каждого монаха проявляется монашество по-разному немножко. Все в зависимости от послушания, какое место ты занимаешь в монастыре. И, конечно же, еще от расположения и характера, и расположения духа каждой сестры. Монах в связи с прожитой какой-то своей жизнью, своим опытом и посещением этих светлых моментов, которые можно, наверное, назвать благодатью Божьей, делают душу и внутренний мир монаха какой-то сокровищницей. И когда задают вопросы, хочется рассказать столько много, во-первых, времени не дает, во-вторых, возможно, человек столько уместить не может, в-третьих, он не сможет, возможно, это все понять, не каждый поймет. А что-то поймет, а что-то, может быть, не поймет. И вот, наверное, монах, когда приезжает, спрашивает, вот, расскажите о монашстве, о том, как вы пришли, вот, задают некоторые вопросы, а до конца монах не может все рассказать. И когда уезжает, наверное, в его глазах такое, знаете, чувство недокопанной ямы, которую копали, 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 так, копались до самого дна, вот, ну, что-то почерпнули. Как повлияла вся эта жизнь на мой внутренний мир, что в нем сейчас происходит, чем можно поделиться добрым, и, как бы, не обязательно, вот, только о вере говорящем, а как вот можно добрым поделиться с людьми, как повлиять на их жизнь, как помочь им в этой жизни, как стать единством целым. То есть рассказать очень бы много хотелось, но невозможно за короткое время. Вся внутренняя обстановка и убранство монастырского храма помогают христианину отрешиться о земной суеты и устремить свои помышления к Богу. Такому душевному подъему немало способствуют росписи на стенах храма, изображающие евангельские события, фрагменты житий и образ святых. У нас монастырь современный, молодой. Современный не в том смысле, что мы там подвержены всем современным влияниям, а в том, что он молодой еще в монастыре. Поэтому много молодых сестер, и, конечно, смотрим, какую сестру на какое послушание можно поставить. Или, например, сестра, ну, очень ей хочется, она еще молоденькая, еще не утвердилась, но вот, ну, хочется ей писать иконы, ну, так хочется ей писать иконы. Хотя, скажем так, для начала, и как это в древних монастырях полагалось, человека испытывали, испытывали, ну, я бы сказала, жестко, так сурово, да? Но сейчас нам приходится, наверное, с этим как-то смиряться уже, мне даже больше. Но если действительно вот это человеку поможет закрепиться в монастыре, ну, почему бы и нет? Правда ведь? Потому что писать иконы, это же в этом нет ничего плохого. Я, когда жила в миру, ходила в художественную школу, и, как бы, такие основы, наверное, живописи знала. Но пришла сюда и вот попробовала писать икону. Когда я работаю с иконой, перед глазами же всегда образ того святого и какое-то благоговение. И приезжала просто потрудиться на несколько дней, а потом очередной приезд осталось просто... Где-то полгода я была просто трудницей, а потом стала послушницей. Сестры обители живут вековыми обычаями православного монашества, основу которого составляет молитва и труд. С одинаковой радостью и усердием монахини трудятся в мастерской золочения, изделий из дерева, на кухне, швейном мастерской, на садовом участке и огороде, в иконной лавре. Моё послушание, по большей части, это иконопись и золочение. Золотим мы детали для иконостаса. То есть берутся сначала вот такие деревянные детальки, потом сверху покрывается атексом, такая вот белая смесь меловая с милом. После этого покрывается жёлтой краской миранол, тоже где-то раза два, то есть чтобы цвет был насыщенно жёлтый, такая подкладочка под золото. Потом уже покрывается лаком раза два, и после этого уже покрывается морданом. Мордан – это такой вот клейкий лак. После этого мы, значит, покрываем, выжидаем 20-15 минут, и когда он начинает уже прилипать к пальцу, мы натираем. Натираем чистой тканью, либо же марлей. После того, как мы натерли, можно подождать минут 20 и уже покрывать сверху золотом. Золото сусальное, настоящее чистое сусальное золото. Это для того, чтобы кисточку, на кисточку прилипало золото. Кисточка называется лампинзель. Теперь сверху наносим золото. Теперь заглаживаем это золото и полируем его. В храме иконостаса, вот он весь позолоченный, это тоже все сестры золотили сами. Но это ушло у нас где-то на золото около трех лет. Достаточно долго мы его золотили. Сейчас мы еще не закончили, собственно говоря, даже. Иконостас он не закончен, по бокам. В росписях пустое место. Это там будут продолжение, такие большие очень киоты, вот по те иконы. Будем также золотить, продолжать резьбу. И по всему храму мы тоже, вот у нас мечта такая, чтобы иконы все были написаны. Пока у нас еще не все написаны иконы. И также поместить их вот в такие резные золоченые киоты. Ну, это со временем, постепенно. У нас есть еще мечта построить большой храм. Потому что на праздники очень нам тесно, никак не вмещается народ. Нам нужен большой, конечно, храм, чтобы он был свободно, просторно молиться. Несмотря на юный возраст, Свято-Георгиевский женский монастырь уже хорошо известен не только в своем регионе, но и по всей России. Немало святынь находятся под сводами монастырского храма. Главной из них является частица мощей покровителя обители святого великомученика Георгия. Также обитель хранит частицы мощей и многих других святых. Тены храма украшают росписи и иконы, среди которых чудотворные образы Божьей Матери, Всецарица и Феодоровская. Чтима икона Матери Божьей Феодоровской, она хотя и вновь написанная икона, молодая тоже. Но вот уже очень много по молитвам к этой иконе. Мы каждый день совершаем ей акафист и поем акафист. Матери Божьей Феодоровской с того момента, как нам ее подарили. И вот с тех пор люди прибегают к помощи этой Матери Божьей и получают исцеление. Не то, что даже исцеление, а, как правильно сказать, те родители, которые не имели возможности иметь детей. Да, очень много, слава Богу, рождается детишек по молитвам к Матери Божьей Феодоровской. Как и все православные христиане, так и монахи, это ежедневно читается Евангелие, апостол, псалтирь каждый день читается. Ну и монашеское правило, которое состоит из трех канонов акафиста и двенадцати четок с поклонами. Вот это правило, оно должно совершаться неукоснительно у каждого монаха ежедневно. А все остальные молитвы, существует действительно очень много книг богослужебных и небогослужебных. Но в храме используются только богослужебные книги, поэтому существует устав. Устав – это, конечно, очень сложная вещь, но тот человек, который постоянно в храме, на молитвах, он, конечно, это как бы оно у него и на слуху, и он зрительно это помнит. В древности, как нам повествуют о предании, и в книгах написано, многие монахи знали наизусть псалтирь или знали наизусть Евангелие. Но это зависит от того, от их усердия, как они к этому относятся. Это очень хорошо, конечно, потому что, как мы помним, из советского периода, когда было гонение на церковь, то и книг не было никаких, а люди верующие, они спасались тем, что они помнили наизусть. Это очень важно. Акафисты знали наизусть. Но если каждый день они читаются и поются, оно само собой как бы выучивается. Мы устраиваем для сестер монастыря регулярное паломничество по святым местам, для того, чтобы они посмотрели, как живут другие монахи, как живут в других монастырях, какой там устав, чем они занимаются. Это и укрепляет небольшой такой отдых, скажем, для них. Это укрепляет в том смысле, что они не одни, что много и монастырей, и они видят, как-то сравнивают. Это очень помогает. В летнее время очень много паломничают по святым местам. Все побывали в Иерусалиме. Благодаря туристической ферме, которая у нас тоже делает снисхождение, и там нам подешевле как-то вступает место, получилось так, что все сестры побывали в Иерусалиме. Ну и кроме этого, вот и в Киевскую лавру ездим, и в Почаевскую лавру, куда устраиваются, в Дивеево, паломнические поездки, по России, Ивлаам, Соловки, практически уже все побывали в этих святых местах. У нас обычно в конце службы, когда люди подходят ко кресту, сестра на церковнице стоит с подносом, на нём просфоры, и каждому выдаётся по одной просфорочке маленькой. Раньше, вот про скамиде, люди приносили приношение просфора. Наверное, от слова «приношение». Люди приносили сами хлеб, и на этом хлебе совершалось богослужение, которое люди жертвовали. Я думаю, что просфора как-то с приношением связаны. Редактор субтитров А.Семкин Моё послушание заключается в пасеке. Я смотрю за пчёлами, стараюсь им помогать, когда нужно, им дать вощину или сушь поставить. Сейчас у нас 11 семей. Сегодня я планировала осмотр сделать, я подсаживала матку с зелёной улей, хотела посмотреть, как приняли её пчёлы. И я сделала два отводка. Пасека у нас не вывозится никуда. Мы на месте стоим, стационарно у нас. Мёд получается разнотравее. Это сложно было первое время. Но сейчас я привыкла к ним, и пчёлы ко мне привыкли. Мы друг к другу так смиряемся друг перед другом, стараемся жить мирно, но не без эксцессов. Бывает, что укусят там, если я что-то неправильно сделала, или какие-то резкие движения, или что-то там не заметила пчёлку, случайно её придавила. Кусаются, да. Он, кстати, очень полезный. У него много микроэлементов, витаминов, аминокислот незаменимых. Поэтому для иммунитета он очень хороший. Идёт, особенно когда в пост его можно кушать. Он постный считается. И восполняет силы организма хорошо. И то, что глюкоза полезна для мозга. Ну, потихонечку вот так живём. Самая большая мечта – это чтобы спасти свою душу и как-то вымолить своих родных, отмолить свои грехи. Это самая большая, наверное, такая мечта. Кто только пришёл в монастырь, наверное, мечтает о том, чтобы удержаться в нём. Такие, наверное, серьёзные, если... Значит, кто-то приходит и мечтает с детства о монастыре. Такое есть. Кто-то случайно, вот мать Тавифа её, владыка, благословила. Она приехала посмотреть и осталась. Но я бы тоже не сказала, что это случайно. Как бы Господь её к этому вёл. И она, не найдя ничего для своей души в миру, я бы так сказала, решила остаться в монастыре. Ей это понравилось. Кто-то... Какие-то действительно скорби бывают, происходят у людей. И они от этого приходят. И здесь находят утешение, находят покой. И так же остаются в монастыре по-разному. Но без воли Божьей не приходит ни один. То есть в любом случае на это должна быть воля Божья. А если человек пришёл, то значит, она есть. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...